Сегодня я планирую показать вам много слайдов. Мы с вами посетим сегодня древнейшую цивилизацию, которая исчезла из нашей планеты. Поэтому хочу пригласить, чтобы вы выключили лишний свет, чтобы четко видна была картинка. И мы вместе с вами отправимся сегодня в путешествие. Должен сказать вам, что наша лекция сегодня носит название Содом и Гомора. Это древнейшая цивилизация, не только Содом и Гомора. Еще три города, о которых мы сегодня будем говорить, это комплекс городов, который населял прибрежный, то есть берег, южный берег Средиземного моря. И сегодня там, я думаю, что многие из вас знают, что не существует ни одного города, ни одного поселка, ни одного селения. Именно там, где раньше существовала эта огромная цивилизация. Мы с вами посетим Мертвое море. Что вы знаете о Мертвом море? Наверное, каждый из вас знает, что в Мертвом море содержится очень много, большой процент солей. Да? Это абсолютная правда. И вы знаете, на этом море кажется очень легко плавать, потому что соли создают давление в воде, что вы, может быть, и не можете утонуть. Но очень легко утонуть, потому что вы там выглядите, как поплавок. И если вы не удержите равновесие, то ноги могут встать вверх, а голова вниз. И вода очень-очень соленая. Там, где есть возможность купаться на Мертвом море, обычно существует пресная вода, душевые такие кабины, где сразу после пребывания в этой соленой воде люди бегут для того, чтобы умыться. И если попала вода в глаз или в нос, это тяжело переносить. Поэтому продумали все для того, чтобы люди могли как-то спасаться от этой соленой воды. Вы знаете, вода настолько плотная, что там легко можно лежа на воде читать газету. Вот я читаю газету. И здесь наша вся группа исследователей. И должен сказать вам, что на самом деле здесь вода очень плотная. И еще, в отличие от всех берегов, любого другого моря, должен отметить, что Средиземное море намного соленее, чем Черное море Азовское. Средиземное море очень соленое, но никогда его невозможно сравнить, то есть ее процент солей, чем это Мертвое море. Оно название имеет даже такое – Мертвое море. О чем это говорит? Что там жизни нет. Кроме молекулярной жизни, там не существует никакой больше жизни. Например, если вы приходите, когда-нибудь ездили в отпуск на море, вы обычно на берегу что видите? Песок. Что кроме песка вы видите? Ракушки, да? Моллюски. В воде, видите, плавают медузы. Да? Рыбу даже можно увидеть в море плавает. Правда или нет? Но когда вы приходите к Мертвому морю, там вы никогда не увидите ни одной ракушки. Там нету ни одной медузы. Там никогда не увидите рыбы. Там это исключено. Дно моря представляет собой в какой-то степени, вот здесь посмотрите, оно как будто… Вы когда-нибудь видели плавленое стекло? Такие куски, слитки, которые выбрасывают. Вот что-то такое, таким представляется дно Мертвого моря. И даже если вы попадете когда-нибудь туда, обязательно заходите туда в тапочках. Иначе вы можете порезать ноги. То есть вот это представляет собой Мертвое море. Глубина моря, она непостоянная и очень сложно ее определить. Причина этому – это соли. И из-за того, что дно отража имеет способность давать серьезные отражения, в отличие от всех других морей. Поэтому оно колеблется. Сегодня мы с вами отправимся на юго-восточный берег моря. Мертвое море находится 404 метра ниже уровня моря. 404 метра. Вы знаете, что такое уровень моря. Это все воды, океана, морей, они имеют один уровень. И Мертвое море, оно находится в яме, которая представляет собой 404 метра на сегодняшний день. Из-за того, что море подсыхает ниже уровня моря. Начинается эта вершина, самое высокое место воды. И, конечно же, глубина Мертвого моря представляет собой тоже около 400 метров. Это одно из самых пустынных мест на планете Земля сегодня. Это почти подобно долине царей. Там никто не проживает. Это просто для экскурсии используется это место. Друзья мои, по дорогам из Иерусалима через Иудейскую пустыню, например, если вы будете ехать с этой стороны, не с Иордании, например, а будете ехать со стороны Израиля, то вы обязательно встретите знак, который показывает нам с вами уровень Мертвого моря. Раньше в этой области представила одна из древнейших цивилизаций, известных человечеству на Земле. Хорошо известен из той цивилизации, из этих пяти городов, о которых я уже говорил вам. Это город, который носил название Бель-Эдра. Там очень много было поэтов, художников, которые оставили следы. И некоторые письменности тех древних времен, они использовали поэзию, которая была написана в Бель-Эдре. Сегодня мы посетим с вами Содом и Гоморру, а вернее те места, где раньше существовала эта древнейшая цивилизация. Когда вы отправляетесь к морю из Иерусалима, вы обязательно встречаете вот этот знак, который представляет собой уровень моря. Вот это уровень всех морей и океанов. Отсюда вниз 404 метра. Позвольте сообщить вам, что Мертвое море сегодня очень сильно подсыхает. Проблема подсыхания Мертвого моря – это не только жара, которая там, испарение происходит постоянно и так далее. Проблема, что единственная река, которая упадает в Мертвое море, она называется Иордан. Из-за того, что люди, которые живут в странах, приближенных к реке Иордан, это Израиль, Палестинцы, Иордания, они выбирают всю воду. И на сегодняшний день это всемирная проблема, потому что сегодня люди без воды и Мертвое море высыхают из-за того, что вода Иордана, она уже сегодня никогда не может добежать до Мертвого моря. Ее выбирают по пути. И поэтому Мертвое море остается без воды. Поэтому ежегодно Мертвое море высыхает от полметра до 80 сантиметров. И это очень большая трагедия сегодня. Весь ученый мир, который имеет отношение и к экологии, и к географии, сегодня переживает, как можно помочь, чтобы спасти Мертвое море. Когда смотреть на Мертвое море сверху, например, с самолета или с вертолета, то оно имеет форму примерно 8. Причина этому, что вот этот полуостров, который вы видите, он сегодня почти уже, почти уже соединился. Эта фотография сделана была несколько раньше, но уже сегодня, если посмотреть на современные фотографии, они показывают, что дно уже просматривается, и поэтому скоро этот перешеек, он пересечет окончательно Мертвое море. И я должен сказать вам, что то, о чем мы говорим, это вот эта часть. Южная часть, от этого перешейка и сюда вниз. Друзья мои, на этом полуострове и на побережье были найдены около 500 тысяч гробниц. Как вам кажется, это мало или много? Если вы изучаете историю Древнего мира, если вы изучаете открытие археологов в этом плане, других древних цивилизаций, меня поражает, что даже в Вавилоне не существует сколько гробниц. Это была известная цивилизация, огромная цивилизация, которую знал весь мир, и там не было найденной половины гробниц. Это говорит о том, что здесь проживало очень огромное количество людей. Интересно отметить, что по оценке археологов, эти гробницы, они использовались около двух тысяч лет до Рождества Христова, в последний раз, и больше никогда не использовались. Я просто хочу дать вам представление об этой местности и о том времени. Вот большой город или несколько городов, и вдруг эта цивилизация, которая имела 500 гробниц, вдруг эта цивилизация исчезает с лица земли. Что очень интересно, это то, что здесь были города, которые теперь покрыты слоем пепла. Мы говорим с вами о южной части Мертвого моря. Сегодня эта местность выглядит очень-очень пустынной, но древние историки описывают ее как цветущей плодородной землей. Они описывают, что здесь когда-то была самая прекрасная земля. И даже Библия говорит то же самое. Библия вторит некоторым писателям, которые сохранили некоторые моменты из истории этого народа, что там была плодороднейшая земля. Но что больше всего меня удивляло, когда я посещал эти места, должен сказать вам, что в последний раз я был в октябре месяце прошлого года здесь. И хочу сказать, что меня потрясает, это то, что там очень много пепла. Ну, невозможно даже представить. Я не знаю, что вы знаете об этих местностях, но все, что можно было видеть, кроме скал, песка, я имею в виду подальше немного от Мертвого моря, это пепел. И даже слои пепла. И, конечно, этот пепел должен был остаться от огромного пожара. Например, когда археологи открывали древнейший город и цивилизацию Эбла, и этот город был третий раз сожжен огнем, там слой пепла очень маленький. Но здесь огромная толща пепла. При раскопках там были найдены человеческие кости, глиняные сосуды с надписями, которые датируются днями Авраама. И я должен сказать вам, что с находками археологи обращаются предельно осторожно. Ну, например, чтобы не повредить скелет, землю удаляют от скелета, используют кисточки, маленькие кисточки, чтобы не повредить скелет. Посмотрите на толщину пепла. В некоторых местах толщина пепла, вы видите, это спрессованный пепел. В некоторых местах толщина пепла представляет собой 2 метра высоты. Возникает вопрос, что должно было гореть, чтобы нагореть толщину пепла 2 метра? Больше того, этот пепел упрессован на протяжении 4 тысяч лет. Что должно было гореть, чтобы столько было много пепла? Друзья мои, и когда спрашиваешь тамошних археологов, что здесь произошло? Почему такое огромное количество пепла? Вы знаете, они говорят совершенно очевидно. Огромное пожарище. Больше невозможно ничего определить. Огромное пожарище. И после этого осталось только пепло. Я расскажу вам об этой истории из Библии. Библия описывает историю, что произошло в этой древнейшей цивилизации. Там, где сегодня только остались следы той цивилизации. Библия сообщает, что в этой области когда-то располагалось 5 городов. И Библия называет эти города. Это Адма, Сиваим, Бель-Эдра, Содом и Гамора. И эти города Библия описывает, что были сожжены огнем. Они были разрушены пожаром. И хочу сегодня прочитать из Библии, из книги «Бытие». Книги «Бытие» несколько тысяч лет. И в 10 тексте мы читаем. «Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гамору, вся до сегора орошалась водою, как сад Господен». Она орошалась водой, как сад Господен. Это было прекрасное место для жизни. Сегодня там пустынно. Вы понимаете? Меня потрясло то, что там даже трава не растет. Как будто после атомного взрыва там даже трава, никакой кустарник не растет. И это говорит о том, что там произошло уникальное событие. Там произошло нечто. И Библия говорит, что Бог имел отношение к тому, что произошло в этой земле. Эта земля была подобна саду Господню. Но теперь я прочитаю из книги «Бытие», 19 главы, с первого текста и ниже. Послушайте. «И пришли те ангелы в Содом вечером». Вы видите это на картине. Лот увидел их и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли и сказал, «Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте». Но они сказали, нет, мы ночуем на улице. Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему. Еще они не легли спать, как городские жители-содомляне. От молодого до старого весь народ окружили дом. И вызвали Лота и говорили ему, «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». Лот вышел к ним ко уходу и сказал, «Братья мои, не делайте зла». Но они сказали, «Вот пришлец и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними». Эти люди хотели изнасиловать ангелов Божьих. Но когда Лот, он отговаривал их, чтобы они этого не сделали, тогда они сказали, «Мы с тобой еще хуже тогда поступим». Библия говорит, что эти города, они были переполнены половыми извращениями. Библия говорит, что там процветало лесбиянство. Библия говорит, что там процветал гомосексуализм. Библия говорит о том, что люди там спали со скотами. Земля не могла сносить этого зла, этого развращения. И она свергла их с себя. И далее Библия сообщает о том, что ангелы вывели Лота и его семью. Этого человека, который был праведник в этой местности, ангелы его вывели и его семью из Содома и Гоморы. И Библия сообщает, что же дальше произошло. Читаю далее 19 главу. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем, серу и огонь от Господа с неба. И не спроверг Гордасии, и всю окрестность, и всех жителей городов всех. И встал Авраам рано утром, и посмотрел к Содому, и увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи». И вот что удивительно, когда вы оказываетесь на севере Сирии, в Тель-Мардике, это место, где раньше находилась цивилизация, древний город Эбла, то на обожженных табличках в древней Эбле археологи прочитали историю Содома и Гоморы. Это было потрясающим открытием, потому что на табличках написана та же история уничтожения этих городов. Хочу прочитать для вас заметку из газеты «Факты», 2002 год, которая называется «Содом и Гомора. Исторический факт». Библейская легенда об уничтожении огнем Божьим Содома и Гоморы находит историческое подтверждение. Геолог из Британии Грэхам Харрис, проводя сопоставительный анализ геофизических данных региона Мертвого моря, пришел к выводу, что причиной гибели этих городов могло стать неожиданное смещение тектонических пластов земли. Взяв такую идею в качестве базовой теории, группа ученых из Оксфорда собрала все возможные данные по истории этого региона и сопоставив их с данными Библии, воссоздала общую картину, происходящую в этом регионе на протяжении нескольких тысячелетий. Они определили, что именно в период, описанный в Библии, в этом регионе произошло смещение земных пластов, что доказывает историческую правдивость библейского повествования, поскольку огонь и камни, погубившие нечестивцев, являлись одним из следствий катаклизма. Вот вам, пожалуйста, еще одно свидетельство, доказательство того, что Библия – это исторический документ, которому можно доверять. И когда я бродил в районе Мертвого моря, до меня дошли слова «Библия права». Ей можно верить, равно как любому другому историческому документу. Я спрашивал работающих там археологов, где же конкретно находился Содом, Гамора, потому что это были основные города той местности. И они утверждают, что Содом и Гамора, они находились ниже, находятся сегодня ниже уровня Мертвого моря. Вы видите, вот здесь вот окружена часть, южной части Мертвого моря. Позвольте сказать свое предположение. Я думаю, что Мертвого моря как такового, вот этой южной части от этого полуострова, возможно, до 2000 лет до Рождества Христова никогда не существовало. Возможно, что на этом полуострове заканчивалась верхняя часть Мертвого моря. Больше его не существовало. Но то, что произошло тогда, 2000 лет до Рождества Христова, то, что произошло, Мертвое море увеличилось, потому что Содом и Гамора, они опустились до уровня дна моря. И поэтому сегодня южная часть Мертвого моря, это то место, где раньше располагалась эта древнейшая цивилизация. Сегодня это продолжение Мертвого моря. И неудивительно, что сегодня подсыхает Мертвое море. И неудивительно, что этот полуостров, он все выдвигается больше и больше. Это позволило убедиться в том, что там действительно существовала огромная цивилизация, потому что были открыты эти гробницы, которых порядка 500 тысяч гробниц. Теперь мы знаем, что Содом и Гамора действительно существовали. И это факт. И я должен сказать вам, что многие историки, историки-атеисты, которые писали, древнюю историю описывали, они высмеивали библейскую историю, как легенду. Им пришлось переписать свои книги, потому что это достоверный факт. Содом, Гамора, Адма, Сиваим, Бель-Эдра. Эти пять городов существовали, и эта цивилизация исчезла. Причина, почему исчезла эта цивилизация, зло, которое там делали люди, земля не могла сносить. Этот разврат вызвал несчастье на всех жителей. Вот почему я верю в Библию, и у меня не слепая вера. Вы можете доверять книге Библии, потому что есть научные доказательства, что она права. К Содому и Гаморе мы еще вернемся чуть позже на наших встречах. Но теперь давайте подойдем к нашему времени, к 21 веку. К той реальности, с которой мы встречаемся почти каждый день. Можно ли быть уверенным человеку в завтрашнем дне? Что представляет собой мир, в котором мы живем сегодня? Каждый день мы слышим с вами известие о новых и новых страшных событиях. То землетрясение в Китае недавно произошло, которое унесло десятки тысяч жизней людей. И все это стало настолько привычным, что мы не очень не волнуемся, если это, конечно же, не касается нас самих. Совсем недавно в Южной Азии произошло событие, которое потрясло весь мир. Погибло более 300 тысяч человек одновременно. В новостях, я как сейчас вспоминаю, слушал, как диктор говорил, что подобной катастрофы на земле еще не было никогда. Это лишь можно сравнить, сказал диктор по телевидению, с гневом Бога. Это сравнимо только с тем, что написано у книги Библии, последней у книги Апокалипсис. Вы когда-нибудь задумывались, почему хорошие люди страдают наравне с плохими? Почему невинные люди страдают и становятся жертвами преступного мира, насилия? Почему добрым людям приходится так тяжко в жизни, а злые наслаждаются ею? Почему по вине пьяного водителя погибают невинные люди, а он, как правило, отделывается легкими ушибами? Планета Земля, она мучима землетрясениями. Количество землетрясений каждый год сейсмологи фиксируют все больше и больше. Если вы заметили, землетрясения стали такими, что они уносят не только сотни, но тысячи и десятки тысяч жизней. Наша планета мучима наводнениями. Она мучима разрушающими все на своем пути торнадо. Она мучима пожарами. Она мучима войнами и другими бедствиями. Возросло количество рождаемых детей уродов, сирот при живых родителях. Миллионы людей сегодня голодают, не имеют крыши над головой. Почему сегодня умирают дети? Почему умирают молодые люди? Ведь правильно должны умирать только старые люди. Почему ненавидят друг друга те, которые вчера говорили, «Милый мой, ты самый добрый!» А он говорит ей, «А ты самая прекрасная!» А потом они ненавидят друг друга. Почему все это происходит? И сердца людей, даже порой верующих, терзает вопрос, «Если Бог добр, почему в нашем мире столько много зла? Если Он всемогущий, почему Он не сделает что-нибудь для того, чтобы остановить эти беды?» Сегодня этот вопрос задают все чаще. Но я заверяю вас, что Библия, она даст нам разумные и логичные ответы на все поставленные вопросы. Друзья мои, Бог не несет ответственность за зло. Во Вселенной мы все с вами знаем, по крайней мере, могли испытать, убедиться, существуют две противободствующие силы. И я убежден в том, что Бог не повинен во зле. Другая сторона, она играет роль во зле. Бог, Он творец любви, Он творец счастья, Он творец благополучия. Говоря о Божьем отношении к человеку, Библия заявляет, «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Друзья мои, Бог любит человека. Он никогда не меняется. Он постоянный, Он стабильный в своей любви. Посмотрите, Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный, не сходит свыше от Отца Света, у Которого нет изменения, ни тени перемены. Он постоянный. Мы с вами изменчивые. Мы сегодня одно, завтра другое, как хамелеон меняемся. Бог – стабильная личность. Он стабильный правитель, Он полон любви. Но есть еще некто, кто создает эти проблемы. Чтобы понять причину всех этих проблем, нам необходимо вернуться в прошлое, к истокам колыбели человечества. Библия говорит, «Вначале сотворил Бог небо и землю». Так все началось на нашей земле. Так начался наш мир. И когда Бог сотворил этот мир, Он сотворил его без единого изъяна. Это все было совершенством, идеалом. Земля была прекрасным местом для обитания. Он сотворил совершенными мужчину и женщину, без единого недостатка, изъяна. И поместил их в совершенную среду обитания. Он хотел, чтобы они были постоянны. Он хотел, чтобы они были всегда счастливыми. Он никогда не мыслил, чтобы что-то болело человека. Тем более о смерти. Он хотел, чтобы мы были здоровыми, любящими людьми. Болезни, страдания, в конечном итоге смерть никогда не были частью Божьего плана. Тогда откуда это все взялось? Который преследует каждого человека в этой жизни. Какая злая сила действует в этом мире? И наша проблема заключается в том, что порой мы не хотим разобраться. Порой мы сами себе на уме. И думаем, что все равно, если ты есть, и ты можешь что-то сделать, ты бы сделал это. Это наша скороспешка. Бог действует по плану. Он на своем месте. Он никуда оттуда не делся. Он видит ситуацию. И Он знает, как разрешить эту проблему. И сегодня Он говорит и мне, и вам, еще чуть-чуть подожди. Еще чуть-чуть осталось. И мы с вами в скором времени узнаем на ближайших днях, на ближайших встречах, что скоро придет развязка. Друзья мои, если мы думаем с вами, это личность, которая является противоположной. Это личность, которую Библия называет дьяволом и сатаною. И я понимаю, что может быть у некоторых людей сегодня такое мнение. Да это же все такое, это миф, это какое-то влияние, это какая-то личность. Мы с вами находимся в центре космической драмы. Мы с вами не просто наблюдатели. Мы с вами вовлечены в эти проблемы. Мы вовлечены в эту борьбу, которая происходит между добром и злом. Если мы думаем, что сатана всего лишь влияние или миф, мы остаемся неподготовленными к встрече, кем он является на самом деле. Библия говорит, горе живущим на земле, потому что к вам сошел дьявол с сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Горе живущим на земле. Мы с вами живем на земле. Скажите, приятно жить на земле? Библия говорит, горе, горе живущим на земле, потому что к вам сошел дьявол с сильной ярости. Апостол Петр, обращаясь к христианской церкви, предупреждал, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Дьявол ходит, как рыкающий лев, как голодный лев, жаждет, кого поглотить. Поэтому нам необходимо сегодня знать, кем он является, откуда он взялся. Должен сказать вам, Бог не творил дьявола. Трудно поверить, но однако Библия говорит, я видел сатану, спадшего с неба. Кажется невероятным. Как это может быть, дьявол на небе? Библия раскрывает самую трагическую историю. Самую древнюю историю, которая известна человечеству. Сатана или святоносец, Люцифер, как раньше звали его, имя, которое он носил, был прекрасным и сильным ангелом, которого создал Бог. Бог создал красивого и мудрого, самого мудрого ангела. Люцифер, это был венец его творения. Это самое высокое, разумное существо, которое когда-либо Бог создавал. И большинство художников, они совершенно не представляют себе, кто он такой. Рисуют его с хвостом, с рогами, с копытами и думают, что это какой-то вымысел, что это миф. А ему это подходит, потому что он приходит никогда не таким. Символически используя образ царя Тира, Библия описывает Люцифера, ангела, который стал в последствии сатаной и дьяволом. И Библия говорит, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости, венец красоты. Никого Бог не создавал красивее и умнее. все мое совершенство – это ты. Это заявление Бога. Дальше Библия говорит, ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония. Вы знаете, этот ангел занимал самое высокое положение среди ангелов небесных. Это он организовывал ангелу в служении Богу. Почему же он пал? Почему же произошла эта трагедия? Это беда. Библия говорит, от красоты твоей возгордело сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Этот прекрасный и возвышенный ангел, он возжелал славы и почтения, которых заслуживал только Бог, который является Творцом. Он жаждал власти. Он смотрел, что нет равных ему созданных Богом. И он стал думать, а почему я не могу стать Богом? Этот сотворенный ангел захотел управлять вселенной вместо Творца. Он захотел стать всемогущим Богом. Послушайте, что говорит Библия о нем. Оговорил сердце своем. Взойду на небо выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера. Взойду на высоты облачные. Буду подобен Всевышнему. Чем я хуже Его? Я тоже хочу быть, как Он. Почему это произошло? Разве Бог не сотворил совершенным Люцифера? Бог всегда создавал разумных существ абсолютно свободными. Со свободой выбора. Бог не хотел, чтобы разумные существа, как марионетки, бездумно могли выполнять нечто. Он не создавал живых компьютеров. Он хотел, чтобы разумное существо могло мыслить, принимать решения и выбирать всегда, что лучше, что правильно. Когда Бог творил разумных существ со свободой выбора, Он понимал, что когда-нибудь кто-то скажет, а я не согласен так делать. Я хочу поступать абсолютно по-своему. Но Бог не мог создать разумных существ, если бы Он создал их, например, как творение, как животных, которые живут по инстинктам. Он не хотел нас такими создавать, иначе мы не были бы никогда разумными. И поэтому Он дал свободу выбора. У Него не было другого выбора. Однако, создавая их подобными себе мыслящими, принимающими решения, Он желал, чтобы они могли служить любовью друг к другу и Ему. Таким образом, Люцифер, как любой из нас, сделал свой выбор. Он возгордился своей красотой и решил, я хочу стать Богом. Это необузданное желание привело его к бунту, к восстанию. И святого ангела Люцифер, святоносец, превратился в демоническое существо, нацеленное на разрушение. И так, кто же несет ответственность за зло, за те беды, с которым столкнулось сегодня человечество. И я не думаю, что Бог. Хотя на Него можно взвалить всю вину. Зачем Он его создал таким красивым и умным? Послушайте, чтобы мы могли посмотреть правде в глаза, что нельзя все это взвалить на Бога. Я хочу вам представить такой пример, который показывает, что каждый имеет право сделать выбор. И поэтому разумное существо, оно было создано прекрасным, но делая неправильный выбор, становится вот таким разрушителем. Например, Бог создал виноградную лозу. Вы живете здесь, где растет виноград, правда или нет? Скажите, винограды, это вкусно или нет? Хорошо. С винограда можно делать виноградный сок. Это классный напиток. Можно компот какой-то сварить, правда? С винограда можно сделать алкогольное вино, правда или нет? И когда вы неумеренно употребите алкогольное вино, что может произойти? с человеком. Происходит химическая реакция с вином, которая затем бьет по мозгам человека. И что происходит с человеком? Скажите, он остается разумным? Он становится безумным. И когда он возвращается домой в таком состоянии, что он может сделать? Если он пришел на обед в таком состоянии, что он может? Он может перевернуть обеденный стол запросто, он может свернуть тарелкой об стенку запросто, он может не из того и не из сего ударить жену свою запросто, он может это сделать. Он неуправляемый. не одна женщина хвасталась своим мужем и говорила, вы знаете, а мой муж когда выпьет, он такой добрый и говорит, я хочу спать, положи меня спать. Очень приятно, когда такие моменты бывают, но в большинстве случаев другое. Но я хочу задать вам вопрос, кто несет ответственность за ту трагедию, когда личность человека размывается под влиянием алкогольного вина? Виноват Бог, что создал виноградную лозу? Скажите, мы можем обвинить Бога? Причина, что человек пьяный, это из-за того, что Бог создал виноградную лозу. Скажите, это нормально? Нет. Как мы можем обвинить Бога за то, что Он создал виноградную лозу, которая приятна, вкусна, и изюм хороший, и сухой виноград, то есть и виноград хороший, и виноградный сок хороший. Бог дал свободу выбора. Человек использовал свободу выбора, чтобы навредить себе своему рассудку. И поэтому разве можно за это осудить Бога, что Он создал виноградную лозу? Никогда. Точно так же, я говорю это к тому, что Люцифер, он изменился. Бог его не создавал таким агрессивным, который творил зло. Он, Люцифер, позволил себе развить собственную гордыню. Сознательно трансформировал совершенство своего характера в мятежность и восстал против Бога. Первую революцию произвел Люцифер в Божьем присутствии, там, где обитает Бог. Среди ангелов Люцифер великолепный, прекрасный ангел стал дьяволом. Извратил данную ему Богом способность выбора. Он пал гордыню. Конечно же, Бог мог во мгновение ока уничтожить Люцифера. Он мог во мгновение ока послать одну вспышку и положить конец существованию Люциферу. Но поступи Бог так, все разумные существа имели бы страх, и они бы тогда служили Богу, молились Богу, лишь бы Он не покарал их. Они бы боялись тогда своего Творца, который является одновременно и любящим Отцом. Друзья мои, грех он приводит к распаду. Он разрушителен. И я расскажу вам одну историю. То есть восстание против Бога, вот это грех. Это зло. Независимо, какой поступок человек делает, каждый. Но сначала происходит восстание против Бога, а затем поступок. И восстание против Бога или грех – это разрушительная система. И я расскажу вам одну историю. Много-много лет тому назад знаменитый художник по имени Леонардо де Винчи писал свою известную картину «Последняя вечеря». В конце концов, все персонажи ее были написаны. Осталось только двое. Предатель Иуда Искариот и Иисус Христос, Спаситель человечества. Только два лица ему нужно написать, и картина готовая. Вы знаете, пока я не прочитал эту историю, я никогда в жизни не думал, что можно так долго писать картины. Я все время думал, ну сколько можно писать картину? Ну, день, два, три, неделю, ну месяц, если слишком серьезную большую картину. Но послушайте, сколько времени писал Леонардо картину «Последняя вечеря». Для того, чтобы написать лицо Иисуса, после того, как он уже написал всех персонажей, оставалось лицо Иисуса Иуда Искариота, ему понадобился целый год, чтобы найти лицо, с которым он мог бы написать Иисуса. И однажды он заметил подростка, которому было где-то 13-14 лет. И он, когда увидел, он увидел в этом лице доброту. Он увидел такое милосердие, какую-то заботу, любовь. И он тогда подошел к юнцу и говорит, приди в мою мастерскую, я хочу написать твой портрет, я тебе заплачу за это. И молодой парень с удовольствием пришел, ему деньги нужны были, и он пришел для того, чтобы его написали и деньги заработать. И вы знаете, затем Леонардо, ну, Леонардо придал ему более взрослые черты, потому что Иисус был в возрасте более 30 лет, и он таким образом написал лицо Иисуса. И теперь ему осталась еще одна кандидатура, Иуда Искариот. И вы знаете, я был потрясен. Прошел год, он ходил по селениям и городам. Прошло 5 лет, прошло 10 лет, прошло 15 лет, прошло 20 лет. Леонардо возвращается домой разочарованным. Приходит в свой город, возвращается и решил с горя зайти в пивнушку и напиться, что он не может найти лицо, которое исполнено греха, ненависти. Так он представлял себе Иуду Искариота. И когда он зашел в пивную, вдруг в его глазах появился тот человек, которого он так долго искал. И он тогда подошел к этому человеку за его столик и говорит, «Пожалуйста, приди в мою мастерскую, я тебе дорого заплачу, только приди завтра ко мне, я хочу написать твой портрет». Этот человек завтра утром уселся в кресло и ожидал, когда Леонардо схватил кисть и начал писать. «Через несколько мгновений человек, который был в кресле, заговорил, «А вы меня не помните?» Леонардо говорит, «Нет, я вас никогда не видел! Если бы я вас видел, я бы раньше вас пригласил!» Этот человек помолчал, некоторый Леонардо дальше пишет картину, и затем этот человек говорит, «Больше двадцати лет тому назад я сидел в этом кресле, и вы писали с меня лицо Иисуса Христа». Друзья мои, грех разрушителен! Один и тот человек послужил, чтобы написать из него лицо Иисуса, и этот же человек в более зрелом возрасте послужил, чтобы стать лицом предателя Иуды. Грех разрушает человека. Друзья мои, ввиду уже появившегося зла на планете Земля, сатане было позволено показать истинный характер греха. Коварный вирус, сомнения, который посеял дьявол среди ангелов, которыми он управлял, Бог ему позволил это делать, заразил третью часть божьих ангелов, и тогда дьявол понял, что у него хорошая поддержка, и он произвел восстание против Бога. И как ни странно, Библия говорит, «И произошла на небе война». Неудивительно, что на Земле так много войн, на которых убивают друг друга. Первую войну он организовал там, где присутствует Бог. И затем много-много войн он организовал здесь, на Земле. Библия сообщает, как происходила война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон, и ангелы, дракон назван здесь дьявол, дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. Трагическая история продолжалась. Обращаясь к своим сторонникам, Люцифер призывал, «Незвергните Бога с престола! Убейте Его! Я дам вам свободу!» Бог с любовью дал им все и свободу. А Люцифер – ничего. Безысходность, странствование. Библия говорит, «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом Сатаною, обольщающий всю Вселенную. Низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Куда низвержен? На землю. Итак, небеса стали полем битвы первой войны во Вселенной. Но конфликт между Богом и дьяволом не закончился там, на небе. Он перенесся в другое место. Война, начавшаяся на небесах, продолжается здесь, на планете Земля. Земля стала ареной, на которой разыгралась великая борьба между добром и между злом, где Сатана должен был показать свои методы правления. Он хотел править Вселенной вместо Бога. Вот здесь он показывает, какой он умный правитель. Знаете, недавно совсем, буквально два дня назад, я прочитал такой текст Библии, который мне показался странным. Разумный человек как бы должен делать всегда только хорошие поступки. А там в Библии написано, что есть разумные на зло. То есть, имеет разум, имеет мудрость определенную, но это все трансформировал на то, чтобы делать зло. Направил все это на зло. Это сделал Люцифер. Друзья мои, почему же на землю? Почему же он оказался здесь? Почему именно наша планета должна была стать этим позорищем, этим страданием? Планета Земля только что вышла из рук Творца. Во всем ее великолепии, в совершенстве, неописуемо красивой. И затем сотворил Бог человека по образу и подобию своему. По образу Божьему сотворил мужчину и женщину. Совершенный мир. И в нем два совершенных человека, Адам и Ева. Библия дальше говорит, и благословил их Бог, и сказал, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте. Многие люди говорят, что как хорошо, что Адам и Ева съели яблочко. Если бы не съели, и нас с вами бы не было. Но какой это обман? Смотрите, в тот день, когда Бог создал человека, что он сказал ему? Плодитесь! Размножайтесь! Это было задолго до того, как Ева съела этот плод. А Бог сказал, плодитесь и размножайтесь. Друзья мои, планета Земля, она вышла из рук Божьих красивой, и Бог создал человека, дал ему поручение размножаться и наполнять землю. Библия далее говорит, и насадил Господь рай в Эдеме на востоке, и взял Господь человека, и поселил его в саду Эдемском. Очевидно, что для сатаны этот мир представлялся лакомым куском. Он не пытался завоевать и вторгнуться уже в существующий мир, где могли небожители другие из других миров наблюдать, как происходил этот процесс восстания на небе. Он пришел захватить младенца. Новорожденный мир только что появился на свет. Он решил захватить хрупкую, но прекрасную планету. Только что рожденный мир. Маленького, рожденного малыша. Адам и Ева были сотворены совершенными, без единого недостатка. Их мозги, в отличие от нас, работали на сто процентов, но они не были лишены возможности поступать неверным. Они имели свободу делать свой выбор, и они сделали его. Их верность должна была быть испытана, верность Богу ввиду того, что существовало уже зло. Бог вынужден был испытать Адама и Еву. И это испытание было заключено в одном единственном дереве в саду Эдемском. Библия говорит, «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Это было разумным требованием. Это было наподобие что-то такого, как любящий отец, например, вы оказались бы на вершину, в случае каких-то обстоятельств, на вершине 16-этажного здания. И представьте себе, вы не один, вы там на такой ровной крыше, которая имеет ограждение вокруг, только такую, знаете, арматурку, и все, несколько других арматур, этих штырей, к которым приварена она. И вы там оказались с мальчиком, своим сыном, а вашему сыну всего только 3-4 годика. И этот сынок, когда он оказался там, ровная площадка, стал прыгать бы, бегать туда-сюда, как любящий папа. Что бы вы сделали? Вы бы радовались, что ребенок прыгает на 16-этажном здании, бегает туда-сюда? Вы бы так поступили? Позвольте, я скажу вам свое мнение. Я вырастил троих детей, поженил их. Я хочу вам сказать о своих детях. Если бы я оказался там со своим сыном, ввиду каких-то обстоятельств непредвиденных, я бы его схватил за руку или бы взял на руки и не пустил на один сантиметр от меня отойти. Он бы, может быть, вырывался, плакал, отпусти меня, я хочу побегать, что ты такой плохой папа? Я бы никогда его не отпустил. Скажите, какой я папа? Плохой или хороший? В глазах сына я бы выглядел, может быть, плохим на этот момент, но на самом деле я хороший, я его люблю. Я хочу, чтобы он не упал с 16-этажного здания, иначе он разобьется. А мне жалко его, я его люблю, поэтому я бы его не пустил на один шаг отойти от себя. Друзья мои, что-то подобное Бог сделал для человека. Он защитил их от нападков дьявола и сатаны, и он дьяволу запричил, чтобы он где-либо в любом уголке адемского сада коснулся Адама и Евы. Только одно место, дерево, которое в Библии названо познание добра и зла. Только единственное место, где дьявол мог их сбить с пути правды. В другом любом месте Адам и Ева были в безопасности. И Бог их предупредил об этом. Бог сделал все, чтобы оградить их и спасти их. Но у человека была свобода выбора, и он сделал свой выбор. Здесь был важен принцип, кому ты доверяешь, кого ты слушаешь. Но более всего человек уязвим, когда его застают врасплох. Как раз это и случилось с Евой. Она разделилась своим мужем и пошла одна погулять. Сатана использовал свою сверхъестественную силу, чтобы обмануть ее. Сатана редко действует напрямую и открыто. Он использует правительство, он использует организации, он использует людей, он использует даже животных, даже змея для того, чтобы обмануть человека, для того, чтобы его сбить с истинного пути. Без сомнения Сатана был первым чревовещателем, первым гипнотизером, первым экстрасенсом, первым колдуном на планете Земля. Ева даже и подумать не могла, что она разговаривает с каким-то другим существом. Она думала, что она говорит с натуральным змеем. Она не думала о том, что змей мог стать медиумом какого-то другого существа. Дьявол спросил Еву, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. А вы запомнили, как я читал текст предыдущий? Бог сказал, ешьте от всякого дерева, кроме этого. Дьявол как задает вопрос, правда ли, что Бог сказал, не ешьте ни от одного дерева в саду? Конечно, это не нормальный вопрос. Это вопрос, который заставляет в поиске делать сомнения. И в порыве верности Ева ответила ему, плоды с деревьев мы можем есть. Только плодов с дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Друзья мои, вот в этом диалоге Ева и змея дьявол сделал все, чтобы посеять сомнение в правду Божью. И он сказал ей тогда в ответ, нет, не умрете, я это знаю лучше, чем Бог. Слушая его сознание, Ева возможно пронзила мысль, змей противоречит Богу. Бог сказал, умрете, а змей говорит, ничего подобного, не умрете, можете смело есть. И, наверное, дьявол заметил ее смущение, он заметил, что она не знает, как отреагировать, он дальше продолжил, но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, то есть эти плоды, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Скажите, пожалуйста, кто хотел стать Богом? Люцифер хотел стать Богом? Да! И когда у него не получилось, он теперь хочет, чтобы все стали как он, и он предлагает то, чего сам не добился. Другими словами, дьявол сказал Еве, что Бог скрывает что-то хорошее от Адама и Евы. Быть как Бог, это желание поглощало полностью дьявола и привело его к падению, и он понял, что он проиграл в этой попытке стать Богом. Но это показалось заманчивым и Еве. Ева видела Бога, Ева общалась с Богом, и она видела разницу между собой и Богом, и ей тоже захотелось стать Богом. И в минуту слабости она сдалась, Библия говорит, и увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно или желанно, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Далее Библия сообщает, и открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Друзья мои, они не выдержали Божьего испытания, и очень скоро почувствовали, что с ними что-то произошло. Впервые в жизни они испытали страх, они испытали стыд, они испытали вину, они поняли, что ослушавшись Бога, теперь они потеряли все, счастье, совершенную любовь, общение с Богом, свой дом, и владычество над землей, которое Бог дал человеку. Друзья мои, из хозяев они превратились в рабов. А Библия говорит, неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания? Того вы и рабы. Кому повинуетесь? Того вы и рабы. Вот так Сатана похитил новорожденный мир. С того самого момента он претендует на владычество, он претендует на право называться князем всего мира, князем нашей планеты Земля, которую он завоевал в лице Адама и Евы. С того самого момента все человечество, потомки Адама и Евы, заражены ужасной проказой греха, восстания против Бога. И всегда человечеству на протяжении истории казалось, что то, что говорит Бог, это неправдоподобно, это нереально, а вот то, чему учил их дьявол на протяжении всей истории, им казалось это нормальным, потому что он взял бразды правления здесь, на планете Земля. Отсюда все наши проблемы. Позже апостол Павел напишет послание к римлянам, ибо все согрешили и лишены славы Божьей. Когда этот трагический день подошел к концу, Бог стал искать Адама и Еву. До этого момента Ева и Адам, как маленькие дети, выбегали Богу навстречу. Бог с ними имел конкретное место, и Библия сообщает, что в прохладе дня Бог встречался и общался с ними. И когда Бог приходил, у них было назначенное место. Этот раз Бог приходит, Адама и Евы нет. И тогда Бог стал звать, Адам, где ты? Ева, где ты? Адам, где ты? Стал ходить по саду Эдемскому и искать человека. С тех пор и до нынешних дней Бог ищет человека. Человека, который бы поверил Ему и отвернул свой слух от идей дьявола. Человеку, который бы поверил тому, кто имеет жизнь в самом себе и дает жизнь, постоянно поддерживает дыхание жизни, чтобы он поверил Ему. Бог ищет и сегодня человека. И вы знаете, что сделали Адам и Ева? Они спрятались. Но Бог знал, где они спрятались. И Он стал идти к этому месту и взывать Адам, где ты? И вдруг Адам понял, что он его найдет. И тогда они сделали следующее. Быстро шили себе смоковные листья, опоясание сделали, и Адам выходит опоясанный смоковными листьями и говорит, все нормально. Все нормально, так как и было, в общем-то, только, ты знаешь, Боже, я услышал твой голос и спрятался, потому что боюсь тебя. Вот только в этом проблема. А так все нормально со мной, видишь, ноготы никакой нету. У меня смоковные листья здесь. Какой абсурд! Человек думал, что он спрятался и скрылся, и скрыл свою ноготу. Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. Адам прежде никогда-никогда не имел страха, не испытывал страха по отношению к Богу. Он знал, что Бог, как любящий отец, любил его. Но вот что делать с человеком грех. У него появляется страх даже перед тем, кто сильно любит его. И тогда Бог сказал человеку, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Обратите внимание на ответ Адама. Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева и я ел. Подумайте только. Всего несколько часов назад, когда Адам пришел и нашел Еву, что Ева ест этот плод. Он был потрясен. Возможно, сказал ей, что ты это сделала? Что ты это наделала? Теперь ты умрешь. Но Он так сильно любил Еву, что сказал, давай сюда этот плод. Я не могу остаться один без себя. Я так тебя люблю. Давай сюда этот плод. Я съем его и вместе умрем. Он абсолютно не был под воздействием гипноза дьявола. И он понимал и сознательно решил пойти на это преступление, потому что сильно любил Еву. Но посмотрите, что делает грех человеком. Теперь, когда он уже сделал грех, он не готов отвечать за свои поступки. Он перекладывает вину на Еву. Говорит, Боже, в общем-то, я нормальный. Со мной все хорошо. Это жена. Ты ее мне дал. Проблема в ней. Это она сделала. И она меня искусила. В общем-то, она виновата. А я хорошенький. Смотрите, буквально несколько часов он сказал, так люблю тебя. Давай сюда я съем это и умру. А теперь, когда съел, вот что делает человек с грехом. Уже он отвергает жену. Уже он вину свою перекладывает на нее. С тех пор и по сей день люди не готовы нести ответственность за свои поступки. И они готовы переложить вину на другого. Но Ева не согласилась, что она виновата. И она стала обвинять другого. И тогда сказал Господь жене, что ты это сделала? Ева ответила, змей обольстил меня и я ела. Я тоже в общем-то не виновата. А виноват змей, а ты создал змея, поэтому вся вина на тебе. А змей в присутствии Бога молчал. Он не разговаривал. Он с Евой поговорил. А при Боге он не имел дара речи, то был медиум. И поэтому получается, Боже, ты сам виноват, что это все натворил. Адам Адам и Ева отвернулись от Бога и как следствие разобщенности с Богом появились вражда, гнев, обида, страх, болезни, плач и в конечном итоге смерть. В тот же день они должны были умереть, но в силу вступил божественный план спасения. Бог пообещал человечеству Мессию, Избавителя и Спасителя. Бессмертие было обещано Адаму и Еве только при условии послушания и доверия доверительных отношений с Богом. А слушавшись, они лишились вечной жизни. И Бог выселил их из рая, из Эдемского сада. Библия сообщает, изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Дьявол сказал, нет, не умрете. Но Библия свидетельствует, всех же дней жизни Адамовой было 930 лет и он умер. Я сегодня хочу констатировать факт. Адам умер. Произошло, как сказал Бог. Адам умер. Слишком поздно поняли Адам и Ева, что дьявол есть лжец и отец лжи. Какой эффект грех оказал на нашу планету? Наш современный мир был отравлен грехом. Земля стала местом болезней, земля стала местом жестокости и в конечном итоге смерти. И миллионы озадаченных людей сегодня хотят знать, кто же виноват во всем этом? Когда же все это закончится? Сколько будут страдать люди на планете Земля? очень легко обвинить в горе и страдании того, кто сотворил нас и дает нам жизнь. И сегодня каждого из вас и меня поддерживает дыхание жизни, чтобы я мог сделать вдох и выдох для того, чтобы я жил. Но кто же в действительности несет ответственность за бедствие на земле? Я не боюсь сказать правду. В этом повинен сатана и выбор наших прародителей. Вот что принес наш мир дьявол, грех и не только это. И мы можем видеть сегодня, что представляет собой мир, в котором мы живем. Надо сказать, что еще там в Эдеме Бог пообещал спасителя человечеству. Бог пообещал Адаму и Еве «Я пошлю к вам Искупителя, Я пошлю вам Избавителя, придет Мессия, и Он спасет человечество». Адам и Ева сшили себе смоковные листья, сделали с них опоясание, чтобы скрыть наготу свою. Скажите, это надежная одежда с листьев? Хорошая одежда? Надолго ее хватит? Если бы вы сегодня нарвали зеленых листьев и просто сделали опоясание, надолго бы вам хватило этих листьев? Нет. Это ненадежная одежда. Библия сообщает о том, что Бог сделал одежду человеку из кожи. И многие люди задумываются, откуда появилась эта кожа, с которой Бог сшил одежду Адаму и Еве. Когда Бог пообещал Мессию человека, то прототипом Мессии стали агнцы. Два агнца, которые стали жертвенными животными, были принесены жертву, потому что Бог сказал, в день, который ты вкусишь от этого дерева, смерти умрешь. Но Бог так сильно полюбил человека, что ему было очень жаль, чтобы вдруг с лица земли исчез человек. И поэтому вместо человека умерли ягнята. Вместо человека. И они стали прототипом Спасителя Мессии. Из их кожи Бог сшил кожаную одежду Адаму и Еве. Перед всей разумной вселенной Сатана продемонстрировал, кто он на самом деле. Это он организовал убийство Спасителя человечества почти две тысячи лет тому назад. Он использует разные способы обмана. Библия говорит, и неудивительно, потому что сам Сатана принимает вид Ангела Света. Возможно, вы никогда не думали, что демоны, бесы могут делать добро, творить чудеса, исцелять больных. И все это только чтобы расположить людей к себе. Чтобы люди поверили им, а не поверили Господу Богу. Библия говорит, это бесовские духи, творящие знамения и чудеса. Сатана способен творить чудеса, способны на это его ангелы. Он может даже давать эту силу людям, которые используют его силу и исцеляют больных, для того, чтобы они думали, что это Бог их исцеляет. Добрая весть гласит, что скоро эта планета, захваченная сатаной, будет освобождена. Бог небесный грядет, как царь царей, и когда он придет, пророчество Изекиилля о сатане восставшем ангеле будет окончательно исполнено. Послушайте, что говорит Господь. Так говорит Господь, «И я низвергну тебя херувим осеняющий и извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле, как садом и гамору». Навеки исчезнут грех, страдания, прекратится плач, всякое зло, насилие, прекратится смерть. Друзья мои, Бог небес скоро придет в наш мир, как царь царей. Он имеет власть справить, скоро прекратятся боли, скоро оторвется камень без содействия рук и положит конец всем бедам. Он вернется на свою восставшую планету как победитель. Мы должны быть готовы, потому что если мы это упустим, тогда потеряем все. наполни Божье сердце пустоту с собой своей святою кровью, мне его омой, зажки огонь любви, любви моей к тебе и возврати меня мой Бог к себе. Я так устала, силы нет идти, хочу не сбиться, с твоего пути. Мне тяжело от пустоты такой, наполни Божье пустоту собой. Во мне теплится нежность и любовь к тебе, но лишь теплится только в небольшом огне желание есть одно, но сил и веры нет, не дай нарушить твой святой завет. Я так устала, силы нет идти, хочу не сбиться с твоего пути. Мне тяжело от пустоты такой, наполни Боже, пустоту собой. Субтитры В агоне молю я, не покинь меня, Зашки мою лучинку, в пламенем огня Я каждый день все жду, когда ж придет ответ, Ведь в моей жизни ты надежды свет. Я так устала, силы нет идти, Хочу не сбиться с твоего пути. Мне тяжело от пустоты такой, Наполни, Боже, пустоту собой. Спасибо огромное. Мои дорогие друзья, Я, конечно, не знаю, через что пришлось пройти вам в этой жизни. Я не знаю, что вам пришлось пережить, Но я знаю, что земля, на которой стою, Это многострадальная земля. Я знаю, что многие люди страдают, И многие люди имеют много горя и переживаний. Каждую семью рано или поздно Ходит страшная гостья – смерть. И она уносит наших близких и родных, Она уносит дорогих нашему сердцу. И мы можем сегодня задавать вопрос. Когда это происходит, мы говорим, Почему это произошло в моей жизни? Может, в этом зале сегодня присутствует человек, Который недавно похоронил свою жену, И думает, это слишком рано. Это не должно еще было быть. Ведь мы жили хорошо, Другие ссорятся. Лучше бы там ты пошла и забрала там Кому-нибудь. Почему ты пришла в мой дом? Может быть, в этом зале Есть женщина, которая похоронила мужа, И говорит, он такой добрый был. Почему это произошло в моем доме? Ведь это еще так рано. Я думала, что я первой умру. Возможно, в этом зале сидит человек, Который никогда не видел своих родителей. Потому что сегодня все больше и больше детей, Которые остаются сиротами при живых родителях. И он думает, когда он рос, Он слышал, как другие дети говорили, Папа, мама. А он никогда в своей жизни не имел такого преимущества Знать, что такое мама и папа. И он думает себе, Почему я такой несчастный? Почему у меня нет папы и мамы? Может, в этом зале кто-либо сидит, Кто похоронил своего сына или дочь, И говорит, это неправильно. Я должен был первый умереть. Я тоже похоронил свою дочь. Это несчастье. Почему это происходит в нашей жизни? Позвольте вам сообщить сегодня добрую весть, Хорошую новость. Бог, в Которого я верю, На страницах Библии оставил удивительное сообщение По отношению каждого человека, Который попадает в горе или беду. Он говорит, Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. И я держу тебя за правую руку. Я рядом с тобой. Друзья мои, Богу еще тяжелее, Тогда, когда я плачу, Когда вы плачете, Потому что Он всемогущий. Он мог бы во мгновение ока все это изменить. Но Он определил время, Предсказал пророчества, И они должны исполниться. И сегодня добрая вещь заключается в том, Что еще чуть-чуть, И Он придет. И Он положит конец всем бедам, Всем страданиям, Всякому горю. Наступит счастье. Он вернет потерянное счастье. Он вернет вновь радость в наши семьи. Он любит нас. Он скоро придет. И я хочу быть готовым к этой встрече. Я готовлюсь к этому. Я все делаю возможно, Чтобы Он чем побыстрее пришел, Чтобы прекратилась боль, Плач, Горе, Страдания И смерть. И сегодня Позвольте этому Богу помолиться, И попросить, Чтобы Он поддержал каждого, Кто пережил горе и боль В своей семье. В знак уважения к Богу Приглашаю подняться. О, великий Творец неба и земли, Отец наш небесный, Сердечная благодарность Тебе За то, что Ты есть, За то, что Ты Бог любви, Что Ты никогда Не искушаешься злом И не чинишь зло Ни одному человеку на земле. Когда нам больно, Ты страдаешь. Ты, Господи, готов подать руку помощи Каждому и поддержать в его горе. Но самое главное, На страницах Писания Осталось несколько пророчеств, Которые не исполнились Из пяти тысяч. Это то, что Ты уже скоро придешь. И тогда прекратится всякая боль, Горечь, страдания. Не будет больше разлуки. Господи, скорее гряди на нашу землю И, пожалуйста, Приготовь нас к Твоему Царствию. Сделай нас своими друзьями. Помоги нам иметь Самые прекрасные отношения с Тобой. Научи нас молиться Тебе, Общаться с Тобой. И когда придешь на землю, Пожалуйста, Возьми нас, Твое Царство. А сегодня, когда мы расстаемся, Пусть Твои ангелы Могущественные силы, Которых осталось две трети с Тобою, Пусть они хранят в дорогу Каждого человека. Заботься о них. Пошли им нужный транспорт. Их дома береги. В семьях пошли мир взаимопонимания. И Твоя любовь пусть наполнит их сердце. А завтра помоги нам вновь встретиться. Потому что просим Тебя об этом. Во имя драгоценное для нас. Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Огромное вам спасибо, Что вы были с нами сегодня. Бог вас любит. Вы дороги Его. Еще чуть-чуть. Он вернется, И прекратятся проблемы. Всего вам самого доброго. Пусть Бог хранит вас в дорогу. Я...